Договариваюсь на 500 рублей. Вы рассчитаетесь, и мы с вами... Нет, вы мне, пожалуйста, объясните, вы вообще не спешите, вы объясните, за что полторы тысячи мне отдавать вам. Вы понимаете, я на вызов попадаю. Знаете чё, ребята? Мне порой кажется, что для многих людей мошенник это целый стиль жизни. И сейчас я вам расскажу почему. Меня зовут Жека, это мой инстаграм, это наша группа ВКонтакте, обязательно подписывайтесь. Значит так, мне в личку написал один из вас, один из наших любимых зрителей. И он мне написал про мастера с авито, но не про компьютерного мастера, а про мастера из разряда муж на час, сантехник, электрик с большим стажем. И этот мастер оказался очень косячный. Я не буду расписывать все сантехнические подробности, но суть сообщения была такая. Мастер пришел, сделал очень плохо, взял очень много. И мы вызвали его к себе в гости, предварительно создав себе поломку. Проходите. У меня вот здесь ванная протечка. Я просто слегка отвернул шланг для подачи воды в очень труднодоступном месте. И она потихонечку, буквально по полкапельки, начала с труб вот так вот сочиться. Этого оказалось достаточно. Вот смотрите, здесь то ли сифон, то ли шланг. Я сам особо не понимаю, в чем проблема. Ну пожалуйста, посмотрите. Конечно, мы боялись, что умудренный годами и опытом мастер пропалит наш подставной прорыв трубы и начнет на нас материться, как бывалый сантехник. Шланги у вас текут, надо было их втопать. От которые? Покажите, пожалуйста. Вот от крана шланги папа, мама. Еще, пожалуйста, воду перекройте. Покажите, он находится в туалете. Вот, вот здесь. Я могу, конечно, сходить. У вас есть, у вас есть свои шланги в наличии? Своих нет. Сейчас с собой. Я же не знал, какая у вас причина. Своих нету. Я могу сходить, но это за определенную плату. Вот он, хитрый жук. Но, с другой стороны, его можно понять. Ведь с таким большим опытом уже просто так никуда не ходят. Нет, давайте тогда я схожу в магазин, он буквально находится у меня. Пока все подготовлю. Все хорошо, вы пока посмотрите, в чем проблема, да? Да. Пока можете снять старые шланги, да, или что? Да, да, да. Хорошо. Тут у еврея сыграла его еврейская жилка. Зачем лишний раз платить шекель, когда можно самому сбегать в соседний дом и все лично купить? Папа, мама, да, получается? Михаил. Угу, все понял. Так и дешевле выйдет. И все-таки мы ведь не зря мастера проверяем со всех сторон. И как оказалось, на него не зря пишут такие плохие отзывы. Так, стоп, это сейчас что такое было? Что это за рыскание? Как это вообще можно назвать? Это что такое сейчас было? Это не больше акт вандализма или что это вообще? Ну а дальше он просто залипал в телефоне до тех пор, пока не пришел еврей. Так, Михаил, держите, вот такие подвыше шланги? Да? Да, это. Они, да? Да. В общем, он там что-то немного поковырялся, что-то поделал для вида и провернул одну интересную махинацию, о которой я расскажу уже ближе к концу видео. Все готово. Готово, да? Уже вызывают срочно. Куда? Так что давайте по-быстренькому проверьте, рассчитаемся и я пошел. Все уже готово, да? Да. А, воду давайте еще включим. Давайте, давайте, я... Конечно. А там что у вас случилось? Почему такая спешка? У меня вызывают. Куда? В следующий вызов. Там вот так, как он у меня. Я еще там свои прокладочки поставил. Которые? Там еще надо было поставить две прокладочки. Ну, я не буду вам свою работу снять, ничего снять. Нет, так что... Я же тоже знаю, что вы поставили там. Я вам сказал же, что я прокладочку... Ну, шланги, получается, мы и поставили. Шланги, которые я купил, да? Так. С вас полторы тысячи. Причем полторы тысячи? Договаривались на 500 рублей. Что? Будет все стоить на замену двух шлангов? Или вообще... Или как это понять? Как ли мы могли договариваться на замену двух шлангов, если там просто вызов 500 рублей? А я когда шел к вам, я же не знал, что вам два шланга нужно менять. Или там три шланга, или там еще что-то. Так. Давайте, вы рассчитаетесь, и мы с вами... Нет, вы мне, пожалуйста, объясните. Вы еще не спешите. Вы объясните, за что полторы тысячи мне давать вам? Вы понимаете, я на вызов опаздываю. Я вам заменил два шланга, поставил две прокладки. У вас сейчас все нормально. Ну, просто я рассчитывал на 500 рублей, а не на полторы тысячи. Вы можете, пожалуйста, мне объяснить, за что вы мне берете меня с полторы тысячи плюс сверху тысяча рублей? За что? Вы зашли на Авито, вы посмотрели, вызов 500 рублей. Это же не ремонт написано. Ну, вызов. Какие-то прокладки, получается, вы мне меняете всего лишь? Прокладки. Прокладки плюс работа в шланге. Ну да, вода не бежит. Ну почему плюс тысяча рублей сверху? Ну вот такие расценки. Так это дорого. Значит, в следующий раз других вызывайте. Хорошо, сейчас минутку. Отличная ситуация. Он просто сделал всю работу и назвал неожиданно высокую цену для клиента. Причем заранее, даже не обоговорив ее с самого начала. Жаль, мы у него не узнали, сколько в магаз стоит сходить. Держите. До свидания. До свидания. Тут, казалось бы, уже и все. Можно и видос заканчивать. Но на следующий день мы обнаружили, что из этого самого соединения, которое мы немножко открутили, из него снова течет. То ли он сломал, то ли мы как-то так сделали. Но суть в том, что нам сейчас пришлось еще раз звать мастера. Но на этот раз мы решили не обращаться уже, кому попало на авито, а решили обратиться в профессиональную контору. Просто по запросу в гугле я зашел на один из первых сайтов, на гурмастер, и я оставил там заявку. Нам оператор сказал цену выезда. Мы договорились на этот же день и пошли все время встречать еще одного мастера. Здравствуйте. Александр. Да. Вы вовремя прям. Возьмите. В общем, протечка здесь у нас есть. Да. Под раковиной. Казалось бы, пришел вполне обычный мастер с инструментами. Вон, у него бахилы даже есть с собой. Ну, с бахилы даже. Так, чтобы не следить. Под раковиной. В общем, суть в чем. Шланги, которые заходят в пластиковую трубу, они начали протекать. О, вот из этого соединения. Да, вот здесь шкафчики можно вытащить сейчас. В общем, как-то так. Чем это можно как исправить? Холодная, горячая течет. Холодная. Холодная бежит. Ну, как я понял. Может, резьба сорванная, я не знаю. Вот. Вот холодная капает, да? Вот, холодная, вот накапает опять. Вот. Типа сделал. Вызывали, он сделал. Нифига он не сделал. Фирма-то каков? Савитомастер просто. Савитомастер. Михаил. Вроде как просто в резьбе подтекает где соединение. Так. А если это, нет. Смотрим. Может прокладка, может фум-лента нужна. А, да, кстати, сколько будет стоить? Да. Сейчас посмотрим, если только прокладку поменять. Просто вызов обычный. Все, сейчас не течет. Все, что ли, так будет? Да, мы отбылку потянуть. А, просто потянули, да, получается? Да. Ага. Это вот это, да, получается? Холодная, да? Да, только на холодной горе все нормально. Ну-ка. Давайте я сейчас посмотрю. Вот так уж если горячее, все хорошо, да? Горячее, все нормально, да? Вот, а холодно, мы сейчас просто потянули, да? Да. На самом деле все хорошо. Все работает. Да, все, только в этом дело было. Хе, нормально. Вообще. Не вытолк, что никакой он думает. Мастер просто потянул соединение и все, проблема ушла. Вот, делать 10 минут максимум. И мы ему отдали гораздо меньше, чем прошлому мастеру совета, который что-то там накосячил, что-то там намутил и ничего толком не сделал. Что-то быстро как-то. Да тут работают, а не было никакой. Только потянуть. Тебе спасибо. Забавненько. Там что-то подписывается. Ну, если вам нужна квитацию, могу квитацию выписать. В принципе, у вас заказы фиксированы. У нас на заявках. Ну, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. А теперь давайте разберем один интересный момент, который мы заметили, когда пересматривали заявку. Вот смотрите, еврей передает новый шланг. Хе, вот, значит, вот такие подвижные шланы. Да? Вот они, с красной и синей пометкой. Смотрите внимательно, что будет дальше. Он просто дождался, когда еврей уйдет и спокойно сложил их в пакетик и убрал в сумку и снова начал залипать в телефоне. А потом он сыментировал звонок, якобы свой срочный выезд. И с этим предлогом он просто свалил. После звонка у него должен был быть на телефоне экран завершения вызова, который выглядит примерно вот так вот. Но явно не так, как у него. Кто готово? Меня тут уже вызывают срочно. Мы пересмотрели запись много раз. И никакие новые шланги он не установил. На старых шлангах не было цветных пометок. И после ухода мастера пометок не появилось. А еврей купил новые шланги с пометками. Этот мужик просто взял, положил их к себе в сумку и унес. Еще и деньги взял вообще непонятно за что. С вас полторы тысячи. Причем полторы тысячи? Так что я вам не рекомендую обращаться куда попало, лишь бы дешевле было. Нет, прежде всего это безопасность у вас дома. Так что и обращайтесь в надежные фирмы, о которых реально много отзывов. Ведь только отзывы людей скажут вам, как все есть на самом деле. Ссылки на всех сегодняшних мастеров я оставлю здесь, в описании под роликом. Ведь на самом деле встречаются обычные, нормальные, порядочные люди. А встречаются и барыги по жизни. Так что я вам не рекомендую попадаться на уловки таких вот мошенников. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Подписывайтесь на инстаграм евреи. Там вообще дикая дичь творится. Наш паблик вконтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok